Добрый день! Немного о недельной главе и наступающей Роша Шана. Недельная глава начинается с фразы Вы стоите сегодня все перед Всевышним Богом вашим, главы ваших колен, старейшины ваши, ваши полицейские, исполнительная власть, всякий человек из народа Израиля. Все. Дети, женщины, празелиты, которые в твоем лагере, от дровосеков до водоносов. Все должны пройти через союз с Богом, клятву перед Ним, для того, чтобы Всевышний мог заключить союз с вами сегодня. Роша говорит, Медраша Гада. Есть толкование. Лама не смеха паршата темни цавим леклалот. Почему глава «Вот вы стоите», она написана сразу после проклятий прошлой недельной главы? Поскольку евреи слушали почти 100 проклятий, 98. Кроме 49, которые были в главе «Бехукатай», у них побледнели лица, на еврейском языке позеленели. «Кто сможет выставить?» Начал мы шейх успокаивать. «Вы стоите сегодня». «Вы много гневили Всевышнего». «И Он вас не уничтожил». «И вот вы находите, существуете перед Ним». Аризаль говорит так. «Всегда глава Ницавим читается до Роша Шена». Так получается. Почему? Потому что есть закон. В трактате Мигела написано, что проклятия главы «Ки того» должны быть прочитаны обязательно до Роша Шена. Почему? «Пусть закончится год вместе с проклятиями». То есть, все плохое, как бы по большому счету, должно остаться в прошлом году. А этот год начинается с чего? Этот год начинается с того, что перед началом этого года читается «Вы все стоите перед Всевышним». Говорит Аризаль, что перед Роша Шена все предстанут перед Всевышним. Не важно. Главы народа, главы колен, старейшины, люди при власти, просто люди, водоносы, дровосеки. Все-все-все одинаково, кто бы то ни был, все предстанут перед Всевышним. И поэтому всегда перед Роша Шена человек должен понять, что все идут на суд перед Всевышним. Но с другой стороны, нужно понять, что все... как это... проблемы? Все неурядицы. Все должны остаться в прошлом году. А в этом году год начинается с того, что Мушер Аббейну нам говорит «Вы много гневили Бога, но вы все стоите сегодня перед Ним. И Мушер Аббейну нас успокаивает». Это то, что написано здесь в Раше. «Да, наступает Роша Шена. Да, кто может устоять перед судом Всевышнего? Но тут приходит Мушер Аббейну, любимый учитель еврейского народа, слова которого Раша приводит здесь из Медреша года, и говорит, что вы много гневили Всевышнего, но вы все стоите перед Ним. С одной стороны, нужно понимать, что наступает суд Роша Шена. И одно из основных условий заслужить оправдание на суде, это понимать, что суд страшный. С одной стороны. А с другой стороны, нас успокаивает сам Мушер Аббейну. Вот вы стоите перед Ним. И поэтому мы бы хотели сказать, что с одной стороны, нужно понимать, что нам есть чего бояться. Мы должны перед Роша Шена сделать хишбон нефиш, расчет, где наши недостатки, где наши достоинства, где мы делали ошибки, и где мы их больше не хотим делать. Поэтому есть сейчас неделя слиход, неделя, когда человек должен заниматься исправлением себя. А с другой стороны, мы должны знать, что Всевышний через вот эту вот схему, который повторяется всегда перед любой Роша Шена, через слова Аризеля, через Раши, научил нас, что еврейский народ всегда будет стоять перед Всевышним. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова